Добрый вечер, в прямом эфире новый выпуск программы «Контекст» о результатах выборов, прошедших 11 июля. Поговорим с гостем нашего эфира Павлом Григорчуком. Извините за небольшое опоздание, немного задержался наш гость. Павел, добрый вечер. Здравствуйте, да, извините за опоздание, потому что тяжело добираться по Молдавским дорогам. Итак, как, по вашему мнению, прошли вчерашние выборы и был ли использован административный ресурс? Как он повлиял на ход? Знаете, вчерашние выборы, вернее, их результаты, конечно, многих удивили, с одной стороны. С другой стороны, если логически подразмыслить, то результат тоже объясним. Если говорить об административных ресурсах, об их использовании во время предвыборной кампании и так далее, то, к сожалению, это у нас такая вообще молдавская особенность наших молдавских политиков, что когда они приходят к власти, за редким исключением большинство из них используют административный ресурс в свою пользу. Тем не менее, если смотреть на результаты, которые мы получили, то, в принципе, они соответствуют логике и президентской кампании, которая была. Люди сделали выбор за перемены в стране. Возможно, не очень хорошо получилось в наших условиях, что перемены в стране будет осуществлять единственная партия. Мы об этом тоже поговорим. Потому что все-таки, тем более, что у нас, получается, единственная партия будет у власти, и при этом оппозиция парламентская будет просто никакая, к сожалению. И это печально. С другой стороны, и еще печально, что, конечно же, прошел ШОР. На мой взгляд, это, безусловно, печальное событие, потому что те шесть человек, ну, сегодня говорят о том, что шесть человек, да, от его партии пройдет в парламент. Все из них, абсолютно все из них, по моему мнению, и по мнению большинства, наверняка, большинства населения страны, они должны сидеть в тюрьме, а не в депутатском кресле. Тем не менее, они прошли, а при этом другие партии, которые боролись в период режима Плохотнюка, кандидаты, которых привлекались по политическим делам, которые показали свою преданность идеям демократии, свободы и прав человека, они, к сожалению, не прошли. Но это вот такая особенность наших выборов. С другой стороны, мы видим, что точно не прошли партии Плохотнюка, демократическая партия ушла в небытие, все эти промолдовы и прочие, отмежевавшиеся, попытавшиеся так или иначе перекраситься, но, по сути, олигархические силы, они также не прошли. Ну, социалисты с коммунистами, я уже запутался, они то говорят, что будут в раздельных фракциях, то говорят, что они будут все-таки создавать единую партию. Они прошли, но их проход логичен, потому что они использовали, хотя они очень сильно потеряли, безусловно, в плане количества электората, проголосовавшего за них, но тот месседж, который они передавали, он, в принципе, и был рассчитан на вот эти 25, максимум 30% людей, которые верят в геополитику, верят в то, что геополитические вопросы превалируют над внутренними проблемами и так далее. Партия ПАС сегодня обладает большинством, это уже очевидно. Мы надеемся, что эта партия, которая сейчас переживает такую эйфорию, она после этой эйфории, ну, победители всегда вкушают сладость победы, это нормально, но чтобы эта эйфория просто их не опьянила, и чтобы в последующие дни они вспомнили о своих предвыборных обещаниях, потому что их тот кредит доверия, который им оказали сегодня избиратели, базируется на запросе на перемены и справедливость. Перемены и справедливость, которые люди ждут у нас в стране уже последние два года, как бежал из страны, из Молдовы Плохотнюк, тем не менее он бежал, а коррупция, а вся вот эта коррумпированная система, все эти преступные воровские схемы, к сожалению, продолжают жить. Большинство членов группировки Плохотнюка продолжают находиться на свободе, и здесь, безусловно, необходимы кардинальные изменения в области юстиции, в области прав человека, в области судов и так далее. И сегодня партии ПАС уже ничего не мешает, чтобы воплощать эти идеи. И воплощать они должны уже действительно сегодня, потому что времени на раскачку, к сожалению, нет. Мы и так потеряли два года с 2019 года те перемены, которые люди желали, эту пресловутую идеолигархизацию, которая, к сожалению, по большому счету не наступила. И если мы сейчас потеряем вот это доверие, которое оказало населению партии ПАС, то это будет очень трагично, я считаю, для нашей страны. Как думаете, будет кто-то оспаривать результаты этих выборов? И какова вообще перспектива? А вот смотря на многочисленные нарушения партии, которые победили, как вы думаете, будут оспаривать? Ну, победители, партии, которые победили, а победила, по сути, одна партия, она, наверное, будет, безусловно, они будут говорить о нарушениях, особенно те, которые не прошли, и нарушения действительно были, понимаете. Но нарушения, к сожалению, у нас есть на всех выборах. К сожалению, у нас есть из года в год на всех выборах подвоз избирателей, что запрещено законом, есть подкуп избирателей. И бороться с этим сложно. Я не думаю, что будут предприняты какие-то там серьезные методы в отношении переголосования или даже пересчета. Ну, возможно, пересчет сделают, если примет такое решение суд. Но, в принципе, те результаты, которые есть, они приняты и большинством населения, приняты и международными наблюдателями, с, конечно, вот этими нашими молдавскими оговорками, которые, к сожалению, присутствуют у нас из одной избирательной кампании в другую. И это, как раз-таки, опять-таки, повод для нового парламентского большинства, пересмотреть систему избирательную, которая у нас есть. Пересмотреть не в смысле, как у нас обычно принято, из мажоритарной в пропорциональную, там меняют форму, но при этом содержание не изменяется. А пересмотреть суть. Во-первых, нужно, на мой взгляд, взять какие-то принципы, которые использовал Ликон Ю в Сингапуре. Это, сейчас многие удивятся, это обязательное голосование. То есть граждане Сингапура, они обязаны голосовать, это не их право, это их обязанность. Но в то же время, и я сейчас объясню, почему это хорошо в их ситуации, и в то же время у них созданы все условия для широких слоев населения для участия в политике. Они как у нас в стране, где в политике и в выборах могут участвовать в основном денежные мешки, там создана такая система, при которой бы, ну, по сути, любой лидер какого-то коллектива мог участвовать в политике, мог выдвигать свою кандидатуру, ему для этого не нужны больших денег. Все, что для этого есть, это дебаты на телевидении и листовки. Без дорогостоящей рекламы на телевидении, без этих билбардов, без, тем более, подкупа, там это просто очень серьезно пресекается, и их система юстиции очень развитая в этом плане. И к чему это привело? Это привело к тому, что когда кандидаты в предвыборной кампании не используют больших средств для своего прохождения во власть, они потом не должны, значит, отбивать эти деньги или возвращать, или лоббировать чьи-то интересы тех толстосумов, которые им выделили эти деньги. У нас, к сожалению, это присутствует. Или, например, у нас, по сути, практически все партии, за редким исключением, участвуют в таком преступлении, как отмывание денег. И я сейчас вам это объясню. Когда бабушка, которая получает пенсию в тысячу лей, вдруг решила тому или иному кандидату, значит, сделать пожертвование в сумму, там, 20-30 тысяч леев, ну, мы все прекрасно понимаем, что она не свои деньги жертвует, что это просто узаканивание каких-то левых денег для использования их и в избирательном фонде. Вот чтобы этого не было, нужно пересмотреть систему выборов, сделать так, чтобы фактора денег в нашей стране было как можно меньше. И тогда я уверен, что гораздо больше людей будет участвовать в политике, и вообще политический класс, может быть, изменится. И почему нет, тогда можно сделать и обязательно голосование, но сделать и, в том числе, и возможность голосовать электронно, чтобы любой человек по интернету мог проголосовать. Мы живем в 21 веке, уже много стран это используют, только у нас до сих пор есть вот эти огромные очереди из желающих проголосовать и так далее. Павел, коль вы затронули финансовую сторону о том, как проводилась коррупция или подкуп, может быть, избирателей, и о других нарушениях, мы с вами поговорим после короткой рекламной паузы. Уважаемые телезрители, мы вернемся в студию после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 с Павлом Григорчуком. Но для начала я хотела бы предложить вам к просмотру небольшой видеоматериал, после которого мы с Павлом его обсудим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень печально, что в нашей стране столь массово и широко используются подкуп избирателей. И это подтверждает, что, к сожалению, Молдова – это страна, победившая коррупцией. Здесь покупаются, продаются депутаты пачками, продаются чиновники. Ну и уже, к сожалению, пришло к тому, что и граждане, многие из которых доведены до нищеты, ведь нужно... Одна из политтехнологий. Нужно обязательно всегда отмечать, что избиратели Шора, ну, большая часть избирателей Шора, да, это совершенно нищие люди пожилого возраста, которые просто выживают, которые получают нищенские пенсии в самой бедной стране в Европе. И тут появляется богатенький толстосум, который наделяет их вниманием. У него, кстати, очень четко поставлена технология по коррумпированию. Он коррумпирует избирателей не только в период предвыборной кампании, в день выборов. Все, значит, пенсионеры, которые посещают вот эти так называемые социальные магазины, они все входят в базу данных этой партии. Есть их номера телефонов, адреса, даты рождения, когда у них дни рождения. Партия Шор звонит, значит, этим пенсионерам поздравляют их. Ну и, соответственно, соответствующий пакетик там с продуктами им выдается и так далее. Но, к сожалению, вот люди, доведенные до нищеты, они зачастую теряют чувство достоинства. И это печально. И деньги, которые используются для подкупа избирателей, вообще для какого-либо подкупа в политике, это деньги криминальные чаще всего. Это деньги, полученные вот от этих преступных схем, от контрабанды, от банковского мошенничества, которое до сих пор расследуется, от воровства из государственных предприятий, от прямого выведения денег, воровства из бюджета в руки этих толстосумов. И, безусловно, они пытались на этих выборах мобилизоваться. Речь идет о вот этих барыгах, я их часто ворами и барыгами называю, потому что это действительно барыги, другого слова этим мерзавцам просто нельзя подобрать. Они довели этих людей до нищеты, вот это именно они довели своим воровством. И они сегодня используют вот эту нищету людей, до которых они довели, для того, чтобы их покупать за пакет гречки, за 200 лей. Хотя и здесь цены уже выросли, там уже 50 евро горится, 75 евро. Это ужасно. Безусловно, такие персонажи не должны быть в политике. И фиксация нарушений, которая была произведена, говорит о том, что нарушали, значит, партия ШОР и социалисты нарушали, безусловно. Есть масса тому доказательств. Организация «Промолекс» вчера к обеду около 200 нарушений зафиксировала. Это печально, безусловно. И это повод задуматься новому парламентскому большинству партии ПАС, которая сегодня представляет интересы... Ну, общество доверило именно этой партии сегодня бороться против коррупции, потому что у общества сегодня есть запрос на перемены, потому что общество надоело жить в той лжи, в той нищете, в той несправедливости, которая окутала нашу страну. В этом контексте, на партию ПАС, на партию парламентского большинства, какая сейчас ложится ответственность? Самая большая ответственность. И они сегодня должны, я считаю, они должны сегодня выступить. Они должны взять ответственность за ситуацию в стране. Они не должны бояться использовать решительные меры, может быть, нестандартные, может быть, непривычные. Прежде всего, они, конечно же, должны взяться за сферу юстиции в нашей стране. И здесь очень важно отметить, потому что некоторые правые политики сегодня всю проблему в юстиции почему-то складывают только на плечи генерального прокурора. А при этом сотни судей и прокуроров, которые достались нам в наследство от олигархического режима Плохотнюка, ими почему-то на них не обращается внимания. Хотя как раз ими и нужно заниматься. Та же судья Радика Берделы, она до сих пор работает в судебной системе. И список этот можно продолжать. И здесь необходимы нестандартные методы. На мой взгляд, мы в ближайшее время с нашей ассоциацией «Дриптула-дриптати» и «Право на справедливость» выйдем с рядом инициатив. Это будут конструктивные инициативы для того, чтобы новое парламентское большинство их воплощало в жизнь. Они обсуждаемы. И мы приглашаем к этому обсуждению широкий спектр других организаций. Но я уверен, что эти инициативы понравятся абсолютному большинству населения. Потому что проблему юстиции, члены нашей ассоциации, так сложилось, прочувствовали на своей шкуре, когда многие из нас находились в подвалах при режиме Плохотнюка. И против них использовались настоящие репрессии. И когда я говорю нестандартные вещи, я считаю, что в нашей стране, где две трети судей, к сожалению, коррумпированы, необходимо создать специальные суды, которые будут рассматривать преступления большой коррупции. Необходимо, безусловно, изгнать из системы, вот эта очистка системы. Вообще раньше говорилось о люстрации, почему-то это слово уже забылось. Очистка системы, она должна проходить не по критериям профессионализма, о чем, опять-таки, некоторые политики начинают забалтывать. Нет, коррупционеры у нас тоже бывают хорошими профессионалами. Многие судьи, тот же Паали Лунч, допустим, который выносил незаконные решения, будучи председателем Конституционного суда, или его предшественник Александр Танаси, как юристы, это профессиональные люди. Но как люди, это конченые просто коррупционеры. Хорошо, мы в Молдове найдем нужное количество? Найдем, у нас есть, безусловно, у нас есть потенциал и в Молдове, и можем использовать, почему нет, и потенциал внешних наших партнеров. Допустим, опять же, это обсуждаемая идея, но почему нет использовать иностранных судей в качестве членов высшей судебной палаты, как это были прецеденты в некоторых балканских странах. Ну, если мы знаем, что там у нас половина барыги, люди, которые явно не живут на свои зарплаты, которые живут в роскошных дворцах, обладают имуществом на миллионы евро, мы же прекрасно понимаем, откуда эти деньги. Это деньги, полученные со взяток, это деньги, полученные за то, что уничтожался бизнес, за то, что преследовали неугодных предпринимателей, неугодных политиков, прокуроры слушали неугодных журналистов, полицейские. Про полицию мы зачастую забываем, а вот Кавкалюк, он построил свою политическую империю в лице партии Пачи и построил свой бизнес именно на коррупции, именно на том, что он использовал грязные методы борьбы против инакомыслящих, вместо того, чтобы заниматься безопасностью общества и бороться против криминала в нашей стране. Павел, вы в первой части нашей передачи начали говорить о том, что сейчас у нас у власти, по сути, одна партия. Вообще это хорошо или плохо, когда одна партия в парламенте берет большинство? Мне бы хотелось, конечно же, чтобы все-таки большинство состояло, было коалиционным, ну просто потому, что это более демократично, есть какой-то принцип сдержек и противовесов. А у нас, ну у нас другой результат. Уже что бы нам хотелось, уже можно долго рассуждать. У нас результат, что у власти одна партия. И в некоторой степени это проблема, потому что это будет тест для политиков, потому что когда одна партия находится у власти, они могут забыться, они могут... Я надеюсь, что это не произойдет. И надеюсь, мы, общество, журналисты в том числе, будем приводить в чувство, если это будет происходить. И тем более, что нынешнее парламентское большинство, по сути, будет без парламентской оппозиции. Ну, назвать шорой социалистов оппозиции, честно, мне не удается. Люди, которые последние два года блокировали все инициативы для переменов к лучшему. Люди, которые неоднократно шли на союз с барыгами, с преступниками. Очевидно, им доверия нет. И они будут дальше пытаться, будучи оппозицией парламентской, будут преследовать интересы вот этих вот криминальных группировок, которые пытались кидать грязные деньги на выборы, нежели интересы общества. У нас сложилась интересная ситуация в нашей стране сегодня. Она необыкновенная. И сегодня действительно очень многое зависит от партии ПАС и от президента. Потому что мы все прекрасно понимаем, что партия ПАС – это политическая команда президента Майя Санду. И мы надеемся, что у них хватит политической воли, им хватит мужества, чтобы сегодня проводить серьезные реформы, чтобы внедрять не всегда, может быть, привычные методы. Потому что очень легко рассуждать об юстиции в Бельгии или где-то в Германии, которая уже сложилась столетиями, где люди заботятся о своей репутации. И взятки там происходят, ну, за очень редким исключением. Мы не живем в Бельгии или в Германии. Мы живем в Молдове, где тебя могут привезти на суд, и тебя может вынести приговор преступник, который будет надет в мантию суди. И с этим нужно покончить. И, в конце концов, у нас, к сожалению, до сих пор есть люди, которые сидят в тюрьмах просто ни за что, просто по беспределу. Вот сегодня у нас 12 число, 12 июля, послезавтра, 14 июля, будет день рождения у Валерия Заболотного. Если помните, это один из тех людей, на кого еще в 17-м году Плохотнюк повесил якобы покушение на жизнь этого олигарха. Это была совершенно очевидная провокация, организованная тогдашним украинским олигархом Порошенко и молдавским олигархом Плохотнюком для того, чтобы виктимизировать Плохотнюка. И мы помним тогда вот эти кадры, где люди, это вообще агенты, кстати, рисовали в песочнице, на песке рядом в обычном дворе, как они будут сейчас якобы взрывать там GBC или просто фантазия, фантасмагория совершенно очевидная. Но тем не менее, мы тогда все смеялись с этого, с этого театра дешевого, да, с этой постановки дешевой. Но люди уже 4 года находятся в тюрьме и сидят ни за что. 4 года. И сидят они только потому, что некоторые прокуроры и судьи хотят помочь тем, кто фабриковал дело против них. Помочь тем судьям, которые выносили эти незаконные приговоры, чтобы они избежали наказания. Ну что мы тогда будем всю жизнь держать этих людей в тюрьме? Хорошо, я поняла. В первую очередь нам надо навести в юстиции порядок. Безусловно, это только один пример. Таких примеров очень много. Еще где надо навести порядок и как это сделать? Порядок в юстиции – это фундамент для того, чтобы в нашей стране дальше царила неотвратимость наказания. И для того, чтобы в нашей стране царила законность. Мы не можем начать проводить реформы для развития экономики или развития любой другой отрасли. Остро необходимое в нашей стране. Социальная политика у нас сегодня. Вот этот подкуп избирателей, то, что люди доведены до отчаяния и продают свой голос. Это говорит о том, что у нас просто антисоциальное государство. И у нас нет социальной политики просто в стране. Но мы не можем прийти к выполнению каких-то социальных программ или экономических программ развития, пока у нас в стране царит коррупция, пока у нас есть преступные схемы, пока у нас преступники руководят судебными органами юстиции. Пока мы здесь не наведем порядок, у нас ничего не получится. Ни дороги строить, просто ничего. И здесь нужны жесткие методы. Мягкими мы уже не обойдемся. Мы это уже проходили уговорами, как-то застращать, к совести призывать барыг. Это бесполезно, и это просто пустая трата времени. Их нужно сажать, у них нужно отбирать имущество, и у их родственников добытое коррупционным путем. Я вот сегодня пришел в футболки, Виорелу дали с работы. Это вот то, что мы обсуждали на прошлой программе про Виорела Мораря, как его семья заработала, заработала в кавычках, да, обладает сегодня имуществом. Только то, что мы выявили, это еще не все. Имущество в несколько миллионов евро, и его мать, на которой записано это имущество, она нам сказала, что Виорелу с работы дали, а он всего-то был главой прокуратуры антикоррупции. Но таких Виорелов Морарей у нас, к сожалению, очень много. И пока мы их не выгоним, пока они не будут показательно сидеть в тюрьме, и пока не будет понятно, что в этой стране бесполезно воровать, потому что твое имущество, купленное на грязные деньги, на деньги, отобранные у народа, все равно будет изъято и конфисковано в пользу общества, пока мы этого не добьемся, у нас будет и дальше проходить беспредел. С ПАСом или без ПАСа, это уже не важно. Но сегодня у ПАС лежит огромная ответственность. И я надеюсь, что они это понимают, и что в ближайшее время они начнут действовать. Мы посмотрим, какое они предложат правительство, какая будет программа правительства, а мы от нашей ассоциации обязуемся выйти со своими инициативами, Я лично знаю, что и Майя Санду, и Олеся Стамати, которая была министром юстиции, они действительно искренне беспокоятся вопросом коррупции, вопросом юстиции. Есть, правда, люди, которые в их команде находятся, которые, я считаю, не руководствуются какими-то интересами общества. Но мы увидим. Я надеюсь, что все-таки под давлением общества, под теми предложениями, которые будут исходить, а запрос сегодня огромный от общества, и если они его не оправдают, то это будет просто колоссальное разочарование. У общества огромные ожидания. Огромные, безусловно. Люди ждут перемены. Павел, итак, у нас по результатам вчерашних выборов прошли в парламент три партии. ПАС 63 мандата, блок социалистов-коммунистов 32 мандата, и 6 у партии ШОР. Да, хотелось бы, чтобы вместо социалистов... Что вы думаете о таком раскладе в парламенте? Знаете, с одной стороны, здесь виден тренд. Начнем с того, чего вам хотелось, если бы вы не договорились. Хотелось бы, чтобы вместо социалистов и ШОРа были другие политики. Разные. Пусть это будут правые, левые, неважно. Но чтобы это были политики честные, которые боролись в период режима Плохотнюка, которые, в том числе, их преследовали, против них фабриковали дела. Но, к сожалению, вот эта коррупция, вот эта система, несправедливая система выборов, которая у нас есть, она отодвинула от себя, она не дала пройти в парламент этим политикам, но зато провела туда шестерку депутатов ШОРа, которые всегда были, кстати, шестерками Плохотнюка, и привела туда Додона, который неоднократно демонстрировал нам, как он больше заботится о Плохотнюке, о его схемах, многие из которых он перенял, к сожалению, нежели заботиться об интересах народа. Но у нас такая ситуация. Мы должны исходить из той ситуации, которая у нас есть. С другой стороны, мы видим, что люди, которые голосовали за ПАС, это безусловно, они голосовали за новый тренд политики честных людей, людей без коррупции. Получится ли это у ПАС, другой вопрос. Но люди голосовали за это. Они голосовали за перемены, они голосовали за то, чтобы покончить с бесправием, покончить с несправедливостью, которая у нас есть в стране. И партия ПАС должна каждый день об этом вспоминать. Вот Майя Санду, ее команда, когда они будут по утрам делать планерки и обсуждать какие-то вопросы, они должны просто, не знаю, повторять это как мантру, вместо, не знаю, утренней зарядки говорить об этом. Потому что это очень важно. Потому что доверие общества, оно настолько хрупкое. И люди уже за последние 30 лет, они уже настолько, настолько, столько раз были обмануты и разочарованы, что если нас в очередной раз обманут, ну, это будет очень, очень тяжело будет, это разочарование в очередной раз пережить. Это может привести к тому, что люди вообще разочаруются, не знаю, в нашем государстве, вообще в возможности, чтобы существовала наша страна. А я все-таки хочу, чтобы этого не было. На них сегодня лежит большая ответственность. И я надеюсь, что они это понимают. И я надеюсь, что они будут руководствоваться этими интересами всего нашего молдавского общества. Рината Усата сегодня сложил полномочия примара города Бельц. Что вы думаете по этому поводу? Ну, жест, конечно, жест, конечно, решительный с его стороны. Но, не знаю, я бы, мне, конечно, сложно судить, потому что я не, нужно побывать на его месте, чтобы судить. Но мне кажется, что этот жест немножко ошибочный. Мне кажется, что, несмотря на то, что результат, который сегодня есть у блока Рината Усатова, он не самый радужный. И, кстати, вот блок Рината Усатова – это, на мой взгляд, одна из тех партий, которая должна была быть представлена все-таки в парламенте. Здесь очень много людей, примаров, активистов пострадали действительно в период режима Плохотнюка. И люди, которые переживали на своей шкуре эти проблемы, они, безусловно, бы в парламенте действовали решительно. Я так думаю, что действовали бы решительно. Но, видимо, были какие-то ошибки во время предвыборной кампании, потому что мы помним президентскую кампанию. Там был результат гораздо выше, в несколько раз был выше. И я так понимаю, судя по результатам, что большая часть людей, которые голосовали за Рината Усатова в президентскую кампанию, они, видимо, в этот раз проголосовали за команду ПАС, нежели за блок. Мне сложно судить, и я не берусь кого-то обвинять, потому что, знаете, у Победы всегда много отцов, а поражение – сирота. И здесь, наверное, нужно на холодную голову провести работу над ошибками. Что касается ухода с поста мэра Бельц, ну, я не знаю, здесь, во-первых, должны высказаться сами бельчане по этому поводу и члены команды Рината Усатова. Ну, я считаю, что не нужно связывать одно с другим. И все-таки Бельц – это особый город. И несмотря на то, что часть людей по разным каким-то причинам подалась, возможно, каким-то манипуляциями, результат не очень хороший, ну, все-таки это не повод опускать руки, на мой взгляд. Ну что, Павел, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Спасибо вам, что вы нашли время, приехали к нам в город Бельце, пообщались с нами, ответили на интересующие нас вопросы. И вам спасибо, что позвали. Спасибо. Уважаемые телезрители, на этом наш эфир подошел к концу. Мы желаем вам хорошего вечера и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!